Харе Кришна! Дорогие друзья, добрый день! Мы снова с вами в Art Café Bhakti нашей компанией дорогих мне друзей, но на всякий случай представлю вас, если кто-то позабыл или подключился к нам впервые, это Югала Сундари, психолог, практикующий, с хорошим духовным, и в принципе замечательный, очень добрый, дружелюбный человек, который, ну не знаю, как туда, относится дружелюбно ко всем, кто попадает так или иначе в ее пространство. Харитон, может быть не очень дружелюбный человек, но я его плохо знаю, но человек очень воспитанный, это режиссер, кинорежиссер, тоже с хорошим духовным опытом, и в принципе, ну сколько я могу сказать, насколько я близко вас знаю, я ни разу не видел вас вступающим в какие-либо конфликты. Это очень хорошее качество, и чувствуется, что человек все впереди. Все впереди, да, но сегодня мы попробуем разбить эти стереотипы. И Антаргипа Чантра у нас сегодня в гостях. Это актер, музыкант, режиссер, поэт, бард, ну и просто замечательная личность, которая, ну наверняка, многим из вас знакома. Здравствуйте. Меня зовут Вилас Рупа Дас, и мы с вами сегодня будем обсуждать такую тему, ну мы же с вами говорим вообще в принципе о духовности, о том, что мы духовные живые существа. И тема такая, что для того, чтобы реализовать свою духовную природу, нам надо выйти за пределы самого себя. И вот о том, что это значит, и нужно это делать или не нужно, в чем может быть опасности, в чем плюсы. Мы с вами об этом сегодня поговорим. И первый вопрос, который мне хотелось задать, наверное, да, как мы все понимаем вообще в принципе, что значит выйти за пределы себя. И первый вопрос я хочу адресовать непосредственно Харитон вам. Когда мы слышим «выйти за пределы себя», как вы понимаете, что это означает? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Так как мы редко задаем его себе, мы просто часто смотрим вовне, и вся наша жизнь вовне. А вот кто я? Чтобы выйти из себя, мне нужно понять, кто я. Муж, режиссер, человек. Выйти из себя, знаете, это когда человек конфликтует, что-то кричит, ругается, там, я говорю, вышел из себя. Вот говорят же, вышел из себя. Что это нужно делать? Да, то есть где мои границы, выговорит, пределы. С другой стороны, я понимаю, допустим, любой спортсмен, да, он хочет преодолеть какую-то планку. Вот пробежал предыдущий спортсмен за три минуты, он должен за две с половиной пробежать, да. Это как бы преодолеть что-то, что-то ограничивающее. Но это в теле, в теле мне понятно. Ну, допустим, у нас есть физика. В этом случае, наверное, можно сказать, что он расширяет свои границы, не выходит за пределы себя. Вот. Границы своих возможностей. Вот поэтому возникает вот такое сомнение. Не потеряю ли я себя, выйдя из себя? И где заканчиваюсь я. Да, и где заканчиваюсь я. И где начинаюсь. Да, и где начинаюсь я. Очень много вопросов, чтобы говорить об этом. Вот об этом вопросе надо много на что ответить. Ну, вот давайте мы сегодня попробуем с этим разобраться. Да, вот Югала Сундарь, может быть, вы скажете, как вы понимаете это выражение, выйти за пределы самого себя, что это означает для вас? Да, ну, здесь есть разные уровни выхода за пределы себя, как уже Харитон сказал, что это выход за пределы возможностей своего тела, возможностей своей психики, и даже за свои духовные возможности можно выйти за пределы. Я просто хочу привести примеры такие житейские, простые, где люди выходили за пределы себя. Вот Харитон привел пример спортсменов, но есть такие более житейские ситуации, когда, например, одна из моих знакомых, она в 90-е, у них создалась семья, замечательный муж, две дочки родились, она очень красивая девушка, очень яркая, и все было замечательно, муж очень обеспеченный, прекрасная жизнь. Господа в ее жизни тогда не было, и случилось так, что муж попал в какую-то дурную компанию, попал в тюрьму, она осталась с маленькими двумя детьми на руках, и мама у нее заболела раком. Вот ситуация, да, то есть нет денег, нет ничего по сути, она красивая женщина, и таких ситуаций очень много, то есть мы попадаем, это, конечно, крайняя ситуация, но вот в эти моменты мы чувствуем, что мы выходим за свои пределы как-то, да, что-то должно... Жизнь заставляет. Жизнь заставляет, да, то есть если мы не выходим сами за свои пределы, как спортсмены, да, то есть спортсмены, они выходят сами на своей воле, они хотят победить, они хотят что-то получить, но жизнь заставляет порой нас просто так выходить за свои пределы. И вот в эти моменты мы задаем себе вопрос, а как мне, на что мне вообще опираться, то есть она задала себе тогда вопрос, а на что я буду опираться, если у меня нет мужа, у меня нет денег, у меня мама болеет, на которую я тоже опиралась, которая могла мне помочь с детьми, да, она теперь по больницам, где опора вообще, где я, кто я вообще, как я выживу в этой ситуации, это искать мужа или что, как вообще, где и что. И она обратилась к Господу, и вот в этот момент она говорит, я вышла за свои пределы, и Господь дал возможности прожить эту ситуацию вообще чудесным образом, она дождалась мужа, он долгое время сидел в тюрьме, она дождалась, это вот ей Господь дал силы внутренние, она молилась, она прожила это, они сейчас счастливы, вот, и все хорошо, дочки выросли, мама выздоровела, это не всегда получается, не всегда так происходит, да, то есть это история с счастливым концом, ну, правда, сейчас это все продолжается, да, там тоже идут процессы жизни, она есть жизнь, но, тем не менее, в тот момент, она говорит, это был переломный, то есть, либо ломаться, как дочки ей сказали потом, мам, ты могла бы спиться? Простите за такие, ну, да, просто, ну, обычно в таких ситуациях люди ломаются, да, ну, часто бывает такое, что-то идет не так, потом с психикой не в порядке, но она справилась именно вот благодаря обращению к Господу, она говорит, я вышла тогда за пределы себя, вот, ну, для меня это вот такой яркий очень пример, и таких ситуаций очень много в жизни. Выйдет за пределы, как бы, привычной своей среды и каких-то алгоритмов действий. Да, да, то есть пришлось и найти какой-то способ, что-то, какую-то внутреннюю опору, другую совершенно, чем то, к чему она привыкла, все зыбкие опоры сломались. Да, принять что-то новое. Что-то новое совершенно, да, и как с этим быть вообще? Хорошо, а как вот быть с тем, что вот жизнь, да, вот она подает такой вот посыл, запрос, и обычно, вы говорите, обычный человек спивается. Ну, это дочки так спросили. Ну, это факт, это факт. Ну, бывает, очень часто люди ломаются. Ломаются. Это что значит, жизнь не рассчитала? И вот это и есть, это внутренний выбор, то есть у нее был вариант вот так сломаться. Она говорит, я чувствовала, что я, ну, в надрыве, да, и я уже думала, ну, как-то вот пойти по плохому пути какому-то. Мысли были разные. Ну, это всегда интересный вопрос, когда, ну, спрашиваешь себя, всегда ли жизнь столько тебе дает препятствий, сколько ты в состоянии выдержать? Я всегда себя спрашиваю, в состоянии ли я этого выдержать. И она сказала, мне по силам было, видимо. Ну, женщины такие. Ну, здесь, женщины, да. Здесь еще, наверное, играет, ну, фактор такой, что у человека есть свобода выбора, то есть, да, либо, ну, сдаться, либо все-таки преодолеть себя и пойти наперекор всему, как бы, да, в какое-то другое направление, да, действие. Вот, мне кажется, тоже, да, вот хотелось бы Антарктипича на тебя услышать, да, что в твоем понимании выйти за пределы себя. Мне кажется, особенно как творческая личность, актер, ты, наверное, частенько выходишь из себя, да, поэтому очень интересно услышать твое мнение. Но, да, любой человек, который занимается творчеством, я думаю, согласится с тем, что творчество – это, в принципе, вот этот самый опыт, когда ты выходишь за пределы… То есть, ну, давайте определимся вообще, что такое пределы меня, да, вот за какой пределы… Кто их установил, эти пределы? Да, вот где они, где эта граница? Я понимаю это как пределы, ну, вот какой-то внутренней сферы, сферы судьбы, я не знаю, сферы сама ощущения, в которой тебе же подвластны. То есть, до определенной степени ты можешь влиять на события, да, там, где ты не можешь влиять, это уже не ты, ну, вот я так это понимаю. И когда ты сознательно выходишь, или жизнь тебя подталкивает выходить за эти пределы, ты что делаешь, ищешь опору. И это опыт, религиозный и творческий, это один и тот же опыт, потому что он всегда приводит к тому, что ты понимаешь, что, сказать, опора не ты. Вокруг есть опор, который нужно обнаружить, можно так настроиться, чтобы обнаружить эту опору, то есть, жизнь держится не на тебе, и вот, вернее, это главный опыт вот этих выходов. То есть, ну, не на тебе ты имеешь в виду, что не вокруг тебя крутится вселенная, то есть, да, не на твоих силах, да, не на твоих волях, не на твоих желаниях. Существует что-то нечто более высшее. Да, это очень человеческий опыт, это очень очеловечивает, потому что ты видишь, что, во-первых, все равны перед судьбой, перед Господом, перед временем, как угодно назовите. Все равны, а значит, все братья, значит, мы все... То есть, в какой-то степени принять эту модель, это уже означает выйти за границы самого себя, то есть, да, но привычного, обусловленного состояния. За границы эгоизма. Ну да, 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 за пределы эгоизма. Смотрите, просто вот эти все вещи, как бы внешние условия и так далее, оно так или иначе связано с какой-то нашей материальной деятельностью, с материальной жизнью, да, ну, с какой-то судьбой, возможно, сказать. И если мы с вами говорим о том, что мы с вами духовные живые существа, то вот это означает понять какую-то функцию живого существа, в чем она заключается. То есть, выйти... Мы сейчас говорим, выход за пределы себя в рамках обусловленного состояния. Преодоление каких-то материальных, может быть, навыков, так, в случае со спортсменами, или преодоление некой судьбы, когда она подкидывает нам тяжелые испытания, или когда мы хотим развиваться, допустим, но в творчестве, мы тоже должны что-то преодолевать. И это, в принципе, означает, что я принимаю какие-то новые условия и иду туда, где у меня, может быть, пока еще нет опыта, но я хочу развиваться, и я, как бы, готов к этому движению. Ну, да, понятно, что там не как-то... Это всегда область откровения, это область, где ты что-то получаешь. Чего-то неизведанного, неисследованного. Не пришел со своим опытом и вывалил его там. А пришел вот, как бы, да, все, учислились снова. Приперся, когда встал, и вот он я, давайте делать. Каждая первоклашка переходит во второй класс. И вот тоже никогда неизвестно, что там будет, но мы всегда так идем, да, первый класс, второй, и так во всем. Есть еще определенная модель, что когда человек, он, допустим, достигает определенного уровня компетенции, да, вот в своей нише какой-то, и, допустим, он там закрыл все вводные данные, то он автоматически переходит на следующую ступень. То есть не надо пытаться куда-то забраться, нужно здесь вокруг все это возможно, навести порядок. Закрыть все его. Да, конечно, конечно, да. Ну, скажем, основные. Понятное дело, что не все в идеальном плане, но какие-то основные вещи, которые тебе необходимы для следующей ступени, ты приобретаешь эти квалификации, и ты автоматически переходишь на следующую ступень. У меня просто так не происходит, поэтому я и спрашиваю. Я сейчас... Тебе надо чаще к нам на передачу выходить. Бывает по-разному. Бывает по-разному, да. У меня всегда за уши, жизнь за уши вытягивает из моей норы. Я понимаю, я понимаю, что это во благо, всегда это происходит во благо, но всегда такой... Держусь. Да, смотрите, просто я к чему, что когда мы с вами говорим о нас, как о духовных живых существах, то очень важно понять одну вещь. А где же здесь выход за пределы самого себя? Что это означает непосредственно для души? То есть, к примеру, в каком состоянии преимущественно мы находимся? Я вот честно, как специалист по разрешению конфликтов, да, я очень часто вижу, что конфликты, они в основном базируются на наших ожиданиях. То есть, у нас есть ожидания, и когда эти ожидания не реализуются, то мы выходим не за границы себя, а выходим из себя просто, да, и начинаем гневаться, обижаться, обвинять, воевать и так далее. То есть, весь вот этот спектр негативных эмоций, которые приводят к какой-то некой такой эскалации конфликта. А можно я здесь дополню, что, в принципе, в жизни-то и есть конфликт. Вот та ситуация с этой женщиной, да, история со спортсменом или творчеством, это же конфликт. То есть, я хочу, у меня есть ожидание, но если оно не оправдывается так или иначе, судьба ли это со мной делает другой человек, или мое тело, да, мне не подчиняется, я хочу прыгнуть, а не прыгается. Оно предает тебя. Оно предает. И вот он, конфликт все время. Вот мы сидим, что-то хочется, уже есть ожидание, и если оно не оправдывается, возникает гнев. То есть, это не только межчеловеческие отношения, а вообще, в принципе, отношения с миром, с Господом. Я в этом убедился, когда я изучал тему конфликтов. Я изучил порядка 250 различных конфликтов, начиная от каких-то внутренних конфликтов, и кончая ядерными конфликтами. А ты тоже различил? Карибский кризис, поехал мне. Ты усмотришь в корень, как всегда. Так вот, сама по себе идея означает, что вот эти конфликты, да, они неизбежны, и мы сегодня говорим не о них, а конфликты – это как некая данность, которая в этом мире, она постоянно нам как бы создает новые условия. И можно, конечно же, закрыться в некую раковину и стать заложником судьбы, и как бы, да, впадать в упаднические настроения. А можно как бы понять, а могу ли я вообще, в принципе, прогрессировать в таких условиях, или я всегда должен реагировать на внешние обстоятельства, пытаясь как-то защититься, как-то оградить себя, может быть, конфликтов, или, по крайней мере, чтобы они обошлись для меня с каким-то минимальным ущербом. Ну, понимаете, о чем я. Или все-таки как бы я не только должен защищаться, да, как, ну, знаете, животное тип сознания, там всего лишь две модели поведения – это или бей, или беги. Ну, это было бы очень странно, грустно и примитивно. А вот что означает выйти за пределы себя, это означает преодолеть вот эту обусловленность. То есть, да, вот как бы здесь. Потому что жить в режиме ожидания – это очень, ну, деструктивная модель нашей жизни. И мы знаем, что, да, это приносит огромное количество страданий. Я согласен с Велосруппой. Как иллюстрация, есть такой фильм замечательный, с Кахином Фениксом, Джокер, который очень любит. Аудитория, мы знакомы с этим фильмом. И там, в этом фильме, у главного персонажа есть выбор. Тоже судьба. Есть выбор. Стать маньяком. Ну, поднять, как, бей или беги. Выбрать, беги. Ой, выбрать, бей. Он убежал, убегал, убегал. В начале фильма. Как вот эта арка потребностей персонажей, да. Потом он сказал, я понял, надо бить. И стал бить. Да, и стал маньяком. И авторы фильма, я считаю, это очень сомнительная такая теза в этом фильме. Премис сомнительный, потому что мир так не устроен. И авторы фильма подали это развитие как, ну, неизбежное. Типа, я стал маньяком, потому что общество меня сделало таким. Типа, я вообще тут не виноват. Да, смотрите, но все равно он идет на поводу обстоятельств. Они вынудили его. Да, да. Это не его даже. Он жертва, да. Да, он жертва. Состояние жертвы, и он становится тираном. Да, и он становится тираном. И в том смысле, что я согласен с вами, что мир не так работает. В мире у нас всегда есть еще выбор, третий выбор. То есть не становиться Джокером. Да, но сейчас я просто, ну, прости, добавлю немножко, что он не просто как бы, ну, жертва обстоятельств, а то, что он выбрал какую-то деструктивную модель поведения, ответственность за это он переложил на общество. Вот. И авторы фильма переложили на общество. Сам это интересно. Да, само общество там так подано, что как будто у него нет выбора. Да, именно так. Он как будто отражает, как зеркало отражает личину этого общества. Да. То есть зеркалит. Да. И как будто бы вот эти авторы, они сделали вот такой мир, в котором нет выбора, получается, у персонажа. Поэтому он герой. Нет, в разных смыслах. Кто? Джокер. Почему? Ну, то есть он же фактически... Он как раз не вышел из себя. Ну, то есть он не вышел за пределы, как будто бы авторы запретили ему туда ходить, потому что они сказали, там ничего нет. Нет у него выбора. Этого не существует. Этого не существует. Вот этим я был успешен. Это и есть материальное сознание, когда этот мир обуславливает нас тем, что есть вот такие рамки, есть твоя судьба, ты либо жертва, либо тиран, либо спасатель, в крайнем случае благодетель. Все, три роли. Во плохих или три там. Три. Да, три. Все. Смотрите, вот это очень интересно. Спасибо огромное за вот этот пример на основе этого фильма. Посмотрите этот фильм, сделайте свои выводы, напишите комментарии к этой передаче. Да. Смотрите, что получается. Если посмотреть, почему же герой этого фильма оказался в такой ситуации, потому что изначально его импульс был, где он искал смыслы своего существования. Он искал их внутри себя. Это стремление к каким-то, ну, к личностному комфорту. Это ожидание от социума, что он будет действовать, ну, как бы удовлетворяя его какие-то запросы и потребности. И когда это не получилось, он превращается в такого монстра. То есть, да, смотрите как. И вот это вот означает, когда мы говорим выйти за пределы себя, а скажите, а есть ли смыслы, как бы, да, нашей деятельности внутри нас, вот внутри живого существа. Вот если мы будем, что значит смыслы внутри себя, когда я понимаю, для того, чтобы реализовать какую-то свою природу, чтобы быть счастливым и так далее, я нахожусь, ну, по сути дела, в настроении такого дефицита. Когда я понимаю, что я не самодостаточен, и мне нужно, значит, какие-то ресурсы извне, как, допустим, одобрение общества и так далее. Ну, то есть, все вот эти вот плюшки, которые мы знаем, стремление к наслаждению. То есть, вот скажите, как вы думаете, ну, в этом ли заключается суть вообще, ну, не знаю, человеческой жизни или вообще, когда природа может быть изначальной души? Вот, ну, давайте вот размышляем, почему происходит, как изменить, если это не так, ну, мы знаем, священные писания говорят, что это не так, то что же нам делать? Ведь зачастую человек даже говорит, я там, да, там, мы приходим в духовную организацию, мы духовно прогрессируем, мы строим отношения, но всегда у нас появляются враги. То есть, да. Какие внутренние? Даже, нет, и внешние в том числе, понимаете, то есть, потому что... Прежде всего, внутренние. Да. А из них уже рождаются внешние. Да, ну, потому что больно, когда у меня есть внутренние враги, и мне проще перенести ответственность, наделить этими качествами как-то другого. Конечно, и враждовать с ним. И потом увеличить с ним дистанцию, разорвать отношения даже. Или наброситься наоборот. Или, да, или, ну, опять же, животный уровень сознания, то есть, да? Ну, интересная тема. Так вот, давайте порассуждаем, что же нужно делать для того, чтобы поменять эту ситуацию? Нужно увидеть пример того, кто действует по-другому. Это прежде всего. Для начала, может быть, разобраться вообще, кто я, потому что кого мы защищаем. А разобраться без примера того, кто за пределами этого, мы не сможем, но духовный учитель говорит. Меры разные, согласитесь. Кто-то защищает свою семью, кто-то... Я говорю о духовном учителе сейчас, да. Ну, то есть, если мы говорим кардинальная перемена, то есть, должен быть какой-то пример, авторитетный для нас, который мы приняли. Или хотя бы пытаемся понять, что это такое, да, что это за личность, что это за феномен такой, когда человек живет вне вот этой концепции. Жертва, спасатель, тиран. Вообще вот за этими ролями. Что это за личность вообще, чем она руководствуется тогда, потому что у нас даже нет опыта, мы можем не знать, что за пределами. Как-то меня один человек спросил, а что за пределами этих трех ролей, потому что вообще нет представления, что значит я душа. Это как жить в этом мире, ну я же в теле. Как жить, как душа здесь, вот это вот интересно. Да, получается, выйти за пределы себя, это выйти за пределы своего тела и ума. То есть, выйти на духовный уровень. А как это сделать? Без руководства никак не получится. Ну, я согласен, без руководства. Даже для того, чтобы это увидеть, допустим, в духовном учителе, то есть и так далее, все равно, как мы говорили на прошлой, по-моему, передаче, что необходимо поменять какие-то условия, нужны какие-то знания, нужно что-то попробовать, получить хотя бы минимальный опыт. Потому что пока я наблюдаю за этим миром и ничего не меняю в себе, я буду видеть только то, что отражает мой опыт. Ничего нового я принципиально понять не могу. И в духовном учителе тоже. И в духовном, да, я буду смотреть на него, как просто на обычного человека, и все, что является, по сути, оскорблением. Как один мой знакомый сказал, ну нормально поднялся мужик. Да, да, ну материально поднялся, хорошо поднялся, накачался. Поэтому смысл какой идти в духовную организацию, если я не стану гуру, да? Ну да, карьера опять же, да? Ну мы возвращаемся в старый, в старый наш вопрос, и я-то не готов еще, ну, то есть я вот, допустим, материалист, я смотрю на этого человека, да, я вижу, он сидит на троне, да, и, ну, я вижу, оцениваю, он поднялся, это хорошо. То есть я тоже помню, зашел как-то у нас там на даче сосед, просто зашел, и ему хотелось понять, насколько мы крутые. И он стал спрашивать, какие у вас машины. Рено, ну, вы несерьезные ребята, да, то есть он мерит машинами, кто-то мерит высотой кресла, кто-то мерит там количеством денег. Это его ценности, так? Так, если, вот, ну, вот я мерю машинами, так, вот я пришел к вам, говорю, ну, кто я, вот я хочу, ну, вы говорите, выйти за пределы, то есть вы говорите, перестаньте мерить машинами, но я не могу перестать мерить. Ну, это такая глупость, на самом деле, это все равно, как о, знаете, о квалификации музыканта судить по тому, допустим, гитариста, каким медиатором он играет, да? То есть, если Дадарю, там, Фендер, о, хорошо, да, Ибанес, ну, как-то такой, не очень хороший музыкант, значит, да? Ну, это странно очень, да? Поэтому, вот, мне хочется спросить у Антрадиба Чандра, у тебя, да, когда мы говорим о душе, что это означает выйти за пределы себя, какова должна быть вообще, в принципе, модель поведения или мышления, то есть сознания живого существа, для того, чтобы преодолеть вот эту тенденцию, все время мерить все какими-то материальными критериями. Интересно, понимаешь, да? Я вот все же думаю, думаю... В материи все понятно. Все понятно, вот машина, вот все понятно. Вы правильно сказали, что, ну, да, мы измеряем ощутимыми какими-то категориями, то есть, в принципе, вот, если говорить о кино, о литературе, вот, посмотреть, кто герои известных произведений, это зачастую, почти во всех случаях, люди, которые могут многое себе позволить, они часто становятся героем и романов, и книг, и фильмов, люди, которые очень привлекательны, они многое могут себе позволить, но, по большому счету, я однажды задумался, по большому счету, реальный герой. Это тот, кто может от многого отказаться. Это то, о чем мы в предыдущей передаче как раз говорили. То есть, выйти за пределы себя, это значит отказаться от чего-то, что ты считал своим. То есть, а смогу ли я без этого, смогу ли я без, вот, допустим, без определенного статуса, да, смогу ли я без каких-то составляющих в моей жизни, без чего я смогу, вот то я и есть. Потому что, ну, это же все роли одежды, мы, мне надо быть духовным даже человеком, чтобы это понимать, да, что мы все в социальных ролях каких-то, ну, это карма и гияна, да, то есть, если карма, мы тонком уровне, все, корма и слои, да, на уровне кармы, на уровне гияны, мы эти все слои снимаем, снимаем. Потому что я как психолог просто знаю, да, мы снимаем как раз все эти слои, снимаем, снимаем, и оказывается пустота, да, пустота, да, потому что, знаешь, три варианта, что там дальше, снимаем, снимаем. Не помню, скажу, что иногда вот бывает, обращаешься, думаю, о, Джапа, мы же обращаемся к Кришне, да, и вот я поймал себя на том, что я обращаюсь, как будто кричу в какую-то необъятную даль, вот как будто Кришна где-то там за космосом, а потом я такой думаю, что я делаю, я вот не докричу, я не докричусь никогда, это же мы, это, он же здесь, то есть это другой вектор совершенно обращения, да, это другая модель, соответственно, он еще и в святом имени, и счастье здесь, оно всегда, всегда рядом, то есть как бы вот, а вокруг этого уже наслоение, то есть, понимаете, не за наслоениями счастья, не за наслоениями Бога, и не в отказе от них даже, и не в отказе от них даже. Смотрите, какая интересная мысль, что если получается внутри, то, по сути дела, моя модель потребителя, как бы, да, или вот режима, она как бы вообще получается не, ну, не конструктивна, потому что ведь все, что мне нужно, у меня уже есть. Ну, технически, да, но согласитесь, мы люди, и у нас есть потребности в статусе, в удобствах и прочее. Ну, если мы пойдем по пирамиде масло, да, как бы, масло, хлеба, варенье, печенье, варенье, и более тонкие удовольствия. Да, более тонкие удовольствия, то это как бы понятно, но смотрите, в чем основная идея, что все наши действия, вектор направленности имеет то, что я хочу что-то себе получить. А если я понимаю, что самое главное, самое важное, Кришна, он находится в моем сердце, то тогда какой образ действий и мыслей будет мной руководствовать? Ну, что я тогда буду делать? Грей Кришна, Грей Кришна. Грей Кришна, да, это все здорово, как бы, да, и это как бы основной вид практики, это классно. Но образ действий, он не заканчивается на том, только чтобы я повторял святые имена. У нас есть, знаете как, не свое собственное какое-то видение, мы-то думали, что заканчивается. Нет, да, я понял. Смотрите, просто дело в том, что это нам подсказывает наше индивидуальное сознание. Шрила Прапупада говорит о том, что индивидуальное сознание, оно в принципе априори не может функционировать в сознании Абсолюта, потому что у них будут разные цели, разные желания, разные задачи. Так вот, для того, чтобы достичь совершенства, нам нужно почувствовать, а каковы желания Абсолюта? Абсолюта, чтобы синхронизироваться с ним, и тогда я начинаю действовать, и тогда я начинаю думать, интересно. А вот Кришна, он тоже следит, и ему что-то не хватает, да, он говорит, что-то мне надо. Как вы думаете? Или он самодостаточен? Все есть, а вот что-то не хватает. А вот и то, и другое. А на это можно свалить все, но смотрите, это для него. Понятное дело, что ему не хватает нашей любви, нашего общения, потому что ему хочется в этом бесконечно развиваться. Но это очень высокий уровень, а, как я говорил, для того, чтобы понять практически какие-то шаги, что я должен начать делать. И выход за пределы себя, это означает, что я пока действую для того, ну, знаете, как человек говорит, я хочу научиться служить Кришне бескорыстно. Классный же, никто не спорит, да? А если спросить, а зачем тебе это? Кто-то говорит, знаете, на начальном уровне, говорит, ну, вот я с утра почитаю джапу, и у меня складывается день хорошо. Спокойный ум, спокойно, да, хорошо. Но это же явно не цель, конечно, в духовной практике, да? Он говорит, допустим, ну, знаете как, экономическое процветание, но это же тоже не цель. Деньги свалились, почитал, пришла зарплата. Это же, ну, это же, ну, бред. Конечно. Так вот, смотрите, так вот, смотрите, и все вот эти, или даже человек говорит, я хочу, как бы, развить с ним отношения доверительную любовную. Хорошо, здорово, а зачем? Тогда я вернусь в духовный мир, и что ты будешь там делать? А там я буду наслаждаться. Да, освобождение. То есть изначально мотивация, она все равно сводится, как бы, к конечному потребителю, то есть ко мне я чего-то хочу. И вот, чтобы выйти за пределы этого, очень важно подумать. Интересно, ведь внутри меня все, что нужно, уже есть. То есть самое лучшее, что со мной могло в этом мире материальном произойти, оно уже случилось. Кришна в моем сердце. Конечно, здесь искать больше нечего. И вот тогда я начинаю понимать, а не действовать же я не могу, у меня есть и своя природа и так далее, и я думаю тогда, как ее задействовать. И вот нужно научиться делать это, действуя вовне, то есть искать смыслы своего существования, не внутри себя, что я чего-то хочу, а во внешней среде. То есть душа, она очень динамична по своей природе, очень активна, и душа – это открытая система, смыслы для которой находятся за ее пределами, за ее границами. То есть, понимаете? Так вот, если мы говорим об этой модели поведения, то здесь у людей тоже часто возникает страх. Но я буду делать для кого-то, и ведь на самом деле они начнут паразитировать на мне, да? Они начнут меня эксплуатировать. Они начнут меня нещадно использовать просто, и в конечном итоге выбросят меня как ненужную тряпку. Так вот, скажите, в чем здесь может открыться ошибка, почему человек мыслит так? Очевидно, что ошибка может открыться в том, что я могу выйти с этим мотивом из себя, только если я внутренне полностью удовлетворен. А если я не удовлетворен и пытаюсь имитировать удовлетворенность, и идти, и искать смыслы вовне, я, скорее всего, проиграю. Во-первых, я буду в шоке всегда, я буду напряжен, ну да, потому что, ну как, я на минное поле пошел, я сейчас кому-то сердце свое отдаю, там, не знаю, какие-то свои материальные услуги, там, не знаю, чего-то еще. А вдруг жена обманет, там, вдруг, вот я вчера был на лекции Энди Орхола, там, его, неожиданно вдруг, в него стреляет, там, его актриса, которая, ну, как, вела себя адекватно. Да, она пришла просто и стреляла в него, и потом он боялся людей, просто. А, он рассказывал об этом просто? Нет, это произошло, да, он потом рассказывал, он выжил, он был в коме, он выжил, и в какой-то момент он всякий раз смотрел на людей с любым бумажным пакетом, который что-то там пытается достать, и перед ним вот это сам скажет, вот это впечатление, что сейчас пистолет. Вот. Я к чему? Я к тому, что, если я внутренне не нашел внутри вот этот ресурс, все, я полностью. Защищен. Защищен. Я не могу просто так отдавать, это я же от себя отрываю тогда. Да, да. Поэтому вот тут нельзя делать это прилагать. Или еще один момент, там, допустим, да, одна женщина со мной делилась, говорит, я, говорит, всегда, там, у нее сестра есть, я, говорит, к ней приезжаю, и, ну, у нее нет, может быть, привязывости к хорошим вещам и так далее, говорит, а у меня есть ценности этой. И я там ей, ну, к примеру, там, да, вот, знаете, на бытовом уровне, хорошую сковородку ей подарю, как бы, и так далее. А потом, говорит, приезжаю, там, через пару недель смотрю, а они ее какой-то металлической щеткой помыли, то есть поцарапали, испортили, как бы, да, и мне, говорит, больно, а она этого не ценит, как бы, да, и вот так вот я, говорит, действую, смотрю, у нее и дети такие же тоже ничего не ценят, чужих вещей. И они, говорит, это халява, как бы, так зачем? И это, смотрите, и это, получается, у человека неправильное понимание, что значит действовать вовне, что значит искать там смыслы. Никто не говорит о том, что мы должны удовлетворять какие-то хотелки и потребности других людей, чтобы пробуждать их эгоизм. Это такая медвежья услуга. То есть нужно понять, как я по-настоящему должен искать смысл в чем, да, понимаете, как, чтобы приводить людей тоже, ну, на счастливую стезю, чтобы они почувствовали вот это. Это же не обязательно финансово, там, да, или материально помогать. Можно же, на самом деле, допустим, вдохновлять человека. Это приносит ему главное? Если я сам вдохновлен, я смогу. Конечно. Но если нет, если еще пока нет. Так пробовать же можно начать это делать? Можно. Да? Вот в чем? Если есть ресурс, да. Какие первые? Он есть. Надо принять просто за постулат, что ресурс есть. Ну, окей. Он порнам и там порнам. То есть вот эту спону нужно принять, да, что она есть. Только в том случае, если ты внутренне действительно удовлетворил, ты можешь удовлетворить другого. Вдохновить, если ты вдохновен. Поддержать, если ты опираешься на что-то. Правильно? Иначе вы рухнете, да. Если мы это условие здесь взаимодействовали, да, да, оно не просто условие. Для этого необходимо, чтобы человек, он проанализировал свою жизнь и понаблюдал просто за тем, как он достигал каких-то материальных объектов, какого-то положения, что-то еще, там, ну, я имею в виду в социуме, там, какого-то. И что по-настоящему он до сих пор не удовлетворен, что все равно у него есть в чем-то потребность. Это означает только одно, что ты никогда этой удовлетворенности не достигнешь, потому что это бездонный колодец. Сколько бы ты ни пытался вобрать в себя, ты счастья не получишь. Это только мгновения какие-то мелкого такого удовольствия. И все. А потребность в настоящем счастье, она все равно остается. Да, и это тоже корысть, да, я все время раньше думала, ну, вот, бескорыстными быть, но если мы хотим счастья, то что же корысть? Я, опять же, для себя хочу этого счастья. Смотрите, как, очень интересный момент, что если я хочу быть счастливым, то не для самого себя, а потому что этого хочет Кришна, я для Него хочу быть счастливым. Как Аскеза, он говорит, Бог, Тарам Яга Тапасан, я, как бы, да, ну, единственное, наслаждаюсь всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества. И я думаю, ну, вот это же я не буду есть целый день сегодня в Жан-Маштене, это же Аскеза, я же буду страдать. Какое ему удовольствие от того, что я страдаю? Это очень странно. Но я говорю, Господь, если тебе это приносит удовольствие, я готов это делать. И почему? Да он радуется, потому что видит, что я встал на путь контроля чувств и очищения своего сознания от материальных привязанностей. И это означает, что я смогу вступить с ним во взаимоотношения. И он радуется этим, то есть, конечно, целью того, что я делаю, а не тем, что я страдаю, потому что я хочу поесть. Я начинаю чувствовать, его счастье отражается в моем сердце. То есть, получается, что когда мы хотим счастья, мы, по сути, хотим счастья Кришны, и тогда оно отражается в нашем сердце. Все просто. Просто по причине того, что я его часть. И чем более счастливый пункт, я делаю его счастливым. Здоровый организм, здоровая клеточка, все хорошо. Тогда я согласен только в том случае, что если это вовне, имеется в виду Бог. Потому что если это вовне имеется в виду не Бог, я должен быть реально сначала наполнен, а потом я могу что-то дать. Еще и в связи с Богом, иначе полетим опять. Так вот, очень интересно, смотрите, Харитон, а обладаем ли мы квалификацией, чтобы сразу начать делать для Бога? Вот прямо сразу вступить в него взаимоотношение. Бхакти не обусловлено ничем. Надо же признать, что абсолютно счастливыми, даже преданные становятся на очень высокой стадии развития. То есть мы с вами очень долго будем метаться, переживать, сомневаться и прочее. То есть мы не избавлены, на самом деле, от дефицитов, не избавлены от сомнений. Мы просто, как ты сейчас сказал, все эти вопросы решаем вместе уже с Кришной. То есть нам помогает. Вот и вся разница. А так-то мы в том же самом положении сейчас находимся до известной степени, что и люди, которые не обращаются к Богу, в тех же условиях, их никто не отменил жить на нас. Да. Просто, конечно, нам помогает. Но смотрите, нужно научиться. Как, допустим, вот я знаю Антарклепа Чандру. И я знаю, что, к примеру, ему очень нравятся эти ласовские рассуждения. И я как бы чувствую это. А что я могу сделать для него? Вот не для тебя. Я могу его пригласить на эту передачу. И он, я смотрю, он такой. И он, когда услышал моего предложения, такой. Я приеду, все. Я день с собой, удивительно, классно еду. И я как бы за него рад. Смотрите, по идее, я сделал это для него, и я за него рад. И то, что я его вижу, и я тоже рад. Смотрите, смысл я нашел во мне. Не потому, что я нахожусь, ну, знаете, в состоянии дефицита. Мне нужен кто-то здесь, четвертый гость, как бы, и все. Нет. Почему-то я вот медитирую на него и думаю, да, вот это принесет благо. То есть смотрите как. Мы учимся постепенно быть внимательными к тем, кто находится рядом с нами. И начинаем действовать не просто удовлетворяя их материальные потребности, а давая нечто большее. Понимаете? Давая вот это вот дружелюбие, отношение какое-то, заботу о человеке, проявление внимания. Скажите, вдохновляет это вас? Ну вот представьтесь. Даже вот в материальном плане. Меня это вдохновляет много «но». Потому что если бы вы очень сильно были привязаны к тому, что антрадвипчандра должен вести себя определенным образом, а он бы начал вести себя не тем образом, то вам было бы, наверное… А у меня нет ожиданий, вы понимаете? Дело в том, что как бы… Да он меня видел во всех ипоста. Да. Я в конце спросил, кормить будут? Он сказал, да. Я еду. Но не сегодня. Я уже здесь. Открывайте. Иными словами, есть такая притча тоже про Суфи, он собрал там аудиторию. Расскажу вам самый большой секрет. Пришла аудитория, ждет час, его нет. Половина встали и ушли. Через час он приходит пьяный на сцену, выходит вот так. Говорит, сейчас будем давать вам эту истину. Еще половина встали и ушли. И осталось буквально там четверть или треть. И вдруг оказывается, что он трезвый, он говорит, а вот вам я вам расскажу, потому что вы действительно пришли за истиной. Тороежку прошли, да? Да. Да, здорово. Ну, то есть, смотрите… Ожидание. Да, да. Я жду, что будет все адекватно. Конечно. И конфликт возникает. Просто смотрите, действовать вовне, выходить за пределы себя, это, по сути дела, означает, как я говорил, искать смыслы. И смыслы, которые мне будут. Это означает, что я все равно в состоянии потребителя, я буду в режиме ожидания чего-то ждать. А действовать вовне, это означает просто излучать ту самую радость и счастье. Ведь душа, она по своей природе, садчитананда, она полна знания и блаженства, и она еще вечна. Ну, нужно еще сначала осознать себя душой. Нет, конечно, на это надо медитировать. Это серьезно, уровень Брамабата. Одно знание, одна информация, вернее, об этом, ну, как бы этому не поможет. Не поможет. Нужен опыт. Так вот, допустим, он у нас уже у всех есть. К примеру, ну, я не знаю, я не встречал, правда, таких людей, может быть, они и есть, которые с этим не согласны, что когда ты кому-то даришь подарок какой-то, ну, вот прям, да, то ты испытываешь гораздо большую радость, чем нежели, когда подарок дарят тебе. И иногда ты испытываешь даже большую радость, когда видишь, что человеку понравилось. Ты угадал с подарком. Ты радуешься этому даже больше, чем он сам. Забираешь, говоришь. Ну, было такое же, да? Смотрите как. Ну, да. То есть, когда ты отдаешь, то ты гораздо больше испытываешь удовольствие, чем нежели ты получаешь сам. Ну, кто и светил с другой стороны эту радость? Да нет. Ну, только внутри себя можно намерить. Нет, мы искренне можем. Нет, мы искренне по себе можем определить. Да, по себе, внутри. Я согласен. Да, ну, знаете, у меня опыт был в студенчестве. Я в институте учился на художественно-графическом. И у меня была любимая книга. Это был «Капричи с Гои». Это сборник его афортов. И однажды вот прямо так вот спонтанно зашел мой однокурсник и сказал, ну, вообще-то у меня сегодня день рождения. Когда он так сказал скромно, я сказал, да ты что, ты почему молчал там, надо что-то подарить. Я увидел эту книгу, вот, я тебе дарю в моменте, я просто взял эту книгу со стола, он занимался графикой, да, и он так был рад, так счастлив, он реально был счастлив и рад. И когда он вышел из комнаты, сказал, спасибо, все. Я потом несколько лет вспоминал. Жалко было? Мне было жалко этой книги. Жалко книгу? Я скрыгаю этого человека. А вы вспоминали не его радость, а его печаль? Нет. А свою печаль? Свою печаль. Я такой думал, как я это сделал, почему я это сделал. Это моя любимая книга была. Это день рождения. Как будто бы кто-то меня заставил ее отдать, да как я вообще, как мне рука поднялась, вот взять дорогое что-то. Ну и причем сам занимал, должны подарить. Несомненно, я потом, да, несомненно, я потом как размышлял над этим чувством своим, ну, что это такое, оно же реальное, это же невыдуманное, оно же появилось. Импульс только появился, да. Претензия вот эта к себе, что, нет, импульс, во-первых, появился, да, откуда он взялся, это был мой, не мой, и вот это вот чувство потери, ну, то есть оно мое, не мое, то есть оно искусственное или это оно настоящее, это я был, вот этот жмот, который зажилил эту книгу. Можно одну вещь еще скажу? Очень интересно. Сейчас, секунду, я просто хотел сказать, что вот импульс, он, скорее всего, исходил из души, а сожаление об этом, это испытывал уже материальный ум, наверное. Ну, это теория, ну, наверное. Да, 100%, душа, она не скорбит вообще. Хорошая версия. Ну, собственно, надо дать ему человеку, который просто дается делать. Скажите, что это за книга, мы вам ее найдем. Это очень сгой. Да, обожаю, сборники. До сих пор я не отдал вас. Я просто, знаете, что-то, как-то вот эти вот артисты, да, поднимаются, значит, к славе, и многие, как говорят, заболевают звездной болезнью. Я думаю, а как это вот заболевает, на каком этапе это происходит? Почему ты вот сейчас вот заболеваешь, как-то размышлял, размышлял, подумал, слушайте, нельзя заболеть звездной болезнью. То есть ты уже был болен. Она просто в благоприятных обстоятельствах, вот это из тебя все повылазило в какой-то момент. Правильно, да? То же самое вот выход за предел. Вот вы хорошее слово сказали, конфликт. Вот понятно мне, как человеку, который с драматургией часто имеет дело, там же тоже все конфликты. Конфликт не обязательно ругань, конфликт как столкновение, да? Мы назовем это кризис, вот тоже еще из психологии, очень хорошее слово, да? То есть это обострение того, что уже есть. Это не возникновение, столкновение, вот сейчас все было нормально, а тут ты стал слушать. Спонтанно что-то произошло, да. В тебе уже был нагло. Ты столкнул в определенных обстоятельствах, это в тебе обнаружилось, и при правильном решении этого конфликта из тебя вышло навсегда. Да, поэтому вот выход за рамки себя вот в этом смысле, это же освобождение получается, да? Но это встреча с самим собой, по сути дела. Да, и постепенно вот из себя выходит вся эта грязь, и ты остаешься вот понемножечку, понемножечку ты. Ты начинаешь узнавать, кто ты. Оказывается, ты это не вот эти твои воззрения, не вот эти твои желания, не вот эти твои ревности, жадности и прочее такое. Это все, оказывается, не ты. Вот это хороший опыт. Да, то есть смотрите, как очень интересное наше рассуждение. Оно приводит все-таки к тому, что мы понимаем, даже сама ситуация, которая складывается, она не просто спонтанно происходит, случайность, да, вот случается. А она, как ты сказал, вот этот надлом, она для определенного качества, который может произойти. Да, 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 она уже предопределена, и она направлена исключительно для твоего блага. То есть важно просто сделать правильный выбор, выйти за пределы себя. Не просто как бы отрефлексировать на нее, обидеться, разозлиться, лежать, а попробовать действовать как-то по-иному, изменить свое мышление. Смотрите, ракета, вот она магнитная, она летит на самолет, и он может хоть что-что, она будет менять траекторию. Вот ты от событий убегаешь, а они на тебе магнитятся все равно. Ведь даже в драматургии, если мы увидим, то что привлекает внимание, когда герой, допустим, того или иного романа, несмотря на внешние обстоятельства, начинает действовать каким-то нестандартным образом. Он идет на... Да? То есть вот там и интрига соключается, там и творчество как бы есть, и проявление свободы воли. И когда в конечном итоге ты выворачиваешься во что-то прекрасное, ты понимаешь, вот, да, это... И вот эти романы, как правило, они цепляют прямо внутри, ты понимаешь, да, вот хочется действовать так же. По персонажам. Да, не идти как бы по накатанным рельсам. Да, и поэтому так привлекательные истории наших очарьев. Я хочу свести, да, чтобы... Да, да, да. Ну, не просто кино, да, в котором мы стали прекрасными, опять же, людьми, которые восхитили кого-то, и сами себя, и остались такими прекрасными. А потом что происходит, вот как та девушка, да, из моего рассказа, то есть там хэппи-энд, но дальше-то жизнь продолжается, и там есть разные ситуации тоже, вот. То есть мы все равно будем обусловлены, так или иначе, даже если мы останемся в материальном сознании, мы все равно будем обусловлены. То есть путь героя в итоге, это выход вообще за пределы материи, то, о чем Шрилл Прабхупады говорил, да, что мы выходим совсем за пределы, то есть мы возвращаемся в духовный мир. А вот это вот, это вообще пугает. Я вот, ну, когда веду Багавадгиту, у меня, ну, люди, которые ходили ко мне к психологу, они совершенно обычные вот люди, которые не были никогда связаны с духовностью, и они приходят на Багавадгиту, и мы обсуждаем вот это. И когда я очень аккуратно начинаю говорить о духовном мире, потому что они все приходят вот наладить семейную жизнь, или найти там, улучшить что-то, или что-то, кто-то хочет отречься, хочет стать более аскетичным. Ну, то есть карма гьяна, да, но когда я начинаю говорить чуть-чуть о духовном мире, вот здесь вот мне даже самое опасливо, потому что я понимаю, что люди хотят устроиться здесь хорошо. И итог это стать хорошим человеком здесь, окружить себя хорошими людьми, повлиять на них, все, это выход за пределы, за пределы, там, да, невежество, страсти, кто-то хочет в благость вот максимум, но когда мы говорим о духовном мире, вот здесь вот, о-о-о, вот это серьезно. Ну, может быть, еще возникает опасение, потому что мы интуитивно понимаем, что мы пока еще не обладаем достаточной квалификацией, чтобы туда войти, и боимся, может быть, поражения. Ну, они, конечно, боятся, да. Да, это же конечная цель, она привлекательна в том случае, когда я понимаю путь, и как вот вы сказали про Ачаев, можно посмотреть, ну, или даже не просто посмотреть, а углубиться и постараться почувствовать, понять настроение, допустим, руку Гасвами, санатаны Гасвами, радунаты Даза Гасвами. Да. 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 Полосу стоит дымом, ты понимаешь, но вот достичь такого уровня хочется, хочется быть последователями этих великих личностей для того, чтобы действительно по-настоящему не просто быть счастливым для самого себя, а счастливым именно в действии, вовне. Вот это прямо, да, и в конечном итоге для удовлетворения Господа. Да. Вот в этом, давайте мы на этом закончим, на этой волне. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, спасибо вам, дорогие зрители. Пожалуйста, ждем вас на следующей нашей передаче, будем рады видеть. Пишите в комментариях ваши вопросы, мы с удовольствием будем размышлять на темы, которые зададите нам вы. Всего доброго. Харе Кришне. Субтитры подогнал «Симон»